лондон самый маленький город англии как такое может быть лондон не просто столица великобритании но и один из крупнейших ее городов на самом деле тот мегаполис который большинство из нас знает как лондон называется большой лондон в то время как лондонские сити является небольшой частью этого разросшегося мегаполиса его население составляет всего 9123 человека что делает его самым маленьким в англии более того технически это лес если вы были в лондоне то наверняка отметили большое количество зелени и зеленых насаждений на самом деле их там столько что плотность деревьев на квадратную милю определяет местность как лес в соответствии с определением организации объединенных наций большая часть метро лондона проходит не под землей она а именно почти 60 процентов лондонского метрополитена так что правильнее было бы назвать его не underground а over ground кстати в народе метро лондона называют датью то есть труба или тоннель причем такое разговорное название подземка то есть надземка получила еще в начале своей истории после того как бы построены первые тоннели имеющую цилиндрическую форму все логично в лондоне находится больше индийских ресторанов чем в мумбаи несмотря на то что каждый ресторан мумбаи является индийским рестораном в лондоне так много отличных закусочных что он намного превосходит своего кулинарного конкурента если вы хотите отличное карри вам лучше ехать в лондон а не в индию одно из наиболее популярных заведений с индийской кухни в лондоне дишом это сеть трех ресторанов в стиле кафе лавочек бомбей так еще когда-то назывался мумбай который создали эмигранты из индии еще один известный индийских ресторан носит милая для русского человека название зайка что переводится как чувство вкуса столица великобритании не единственный лондон во всем мире в сша их 10 в канаде 1 во франции 1 канадском лондоне родились актеры райн гослинг и рейчел макадамс а также музыкант джастин бибер кстати и здесь не обошлось без леса раньше для того чтобы попасть в лондон в канаде необходимо было пройти через густой лес из-за чего местный лондон также прозвали лесным городом что касается привычного нам лондона то его название произошло предположительно атлантинского лонд что значит дикое место лонд он на диком месте в лондоне говорят более чем на 300 языках являясь одним из самых разнообразных городов мира в лондоне проживает более 8 миллионов жителей которые в совокупности говорят на более чем 300 языках включая бенгальский гуджарадский панджабский кантонский мандаринский океинский еще многие всякие инские если говорить о наших соотечественниках проживающих в соединенном королевстве то в 2019 году их количество составило 66 тысяч человек но мне кажется их там больше сотни что касается о русскоговорящих проживающих непосредственно в лондоне то их количество составляет примерно 26 тысяч человек интересно что многие радиостанции и другие сми сильно преувеличивали называя цифры в 300 тысяч а лондон также называли лондон град и москву он до темпс лондонский tower охраняют 6 воронов еще карл второй приказал поместить туда именно 6 воронов чтобы защитить его тогда считалось что без них рухнет как сам тауэр так и вся британская монархия 6 воронов находится в башне постоянной по сей день поскольку карл отдал указ содержать как минимум шесть птиц у воронов живущих в тауэре есть имена марли эрин мерлин болдрик мунин тор бранвен хуген гвиллу названы они в честь скандинавских и кельтских богов а также мифологических персонажей обычно их больше шести но чаще всего это необходимо для того чтобы под рукой всегда был запасной ворон на случай если какой-то все-таки улетит в лондоне находится официально зарегистрированная самая маленькая статуя в мире скульптура на field под лейн представляет собой и пару мышей на стене которые поедают сыр причем на мемориальной доске здания указано что дом был построен в 1861 1862 годах но когда там появились грузины непонятно существует легенда что мышей создали в память о трагической кончине двух строителей участвующих в возведении мемориала великому лондонскому пожару во время перерыва на обед один из них обнаружил что его бутерброд сыром был кем-то погрызан мужчина обвинил в этом своего напарника в итоге завязалась драка и строители упали с большой высоты бутерброд позже подобрали и съели мыши игла клеопатры на самом деле это капсула времени игла клеопатры это общее название для трех древнеегипетских обелисков один из которых находится в лондоне остальные два в нью-йорке и париже назвали их так в честь клеопатры из-за сравнения с ее неземной красотой и связи с известными римлянами лондонский представляет собой обелиск окруженный двумя сфинксами которые возвели в 1838 году за это время под ним помещали множество вещей в том числе карту лондона экземпляр библии несколько ежедневных газет рупия и 12 фотографий самых красивых англичанок прошлых времен захороненный морж на сан танк раз 2013 году один из самых известных лондонских вокзалов подвергся масштабной реконструкции тогда очередь рабочих дошла до раскопок у вокзальной церкви им пришлось раскопать братскую могилу которая появилась здесь во времена эпидемии викторианской эпохи каково же было их удивление когда один из гробов содержал останки маржа длиною в 4 метра местные краеведы до сих пор не могут понять откуда он там мог взяться божий банкир 1982 году одним утром местный почтальон обнаружил на мосту blackfriars повешенного мужчину это был роберто кальви итальянец по прозвищу банк еридидио что значит божий банкир который был хорошим знакомым тогдашнего папы римского в карманах одежды и трупа были денежные банкноты в разных валютах общая сумма которых составляла 15 тысяч долларов того кто совершил преступление не нашли но есть версия что к этому приложили руку масоны одним из которых являлся также и сам роберто расследование длилось почти 20 лет и было закрыто в 2010 году без предъявления каких-либо обвинений